В Пензе услышали рождественские сказки. Первый фестиваль «Смотр» с таким названием провели в недавно созданном епархиально-духовно-просветительском центре. Трогательные постановки воспитанников воскресной школ области увидели и наши коллеги. В их репертуаре есть даже модная пицца. Но сегодня ансамбль «Зернышки» прославляет Рождество. Электрогитары, клавиши и барабан, современное звучание православной музыки решили придать сами дети. Идею поддержали педагоги воскресной школы при храме Серафима Саровского. Хорошо делать такое дело, когда ты делаешь это ради Бога, ради тех людей, которых ты любишь. Когда родители приходят на твой концерт и просто смотрят на тебя, когда ты вот с таких вот маленьких размеров и вот сейчас стоишь на сцене, мне кажется, у меня лично берет гордость. Рождественские сказки – это новый для Пензенской области фестиваль детских воскресных школ. Впредь такие творческие смотры станут традицией и будут совпадать с большими православными праздниками. Я надеюсь, что это для всех нас будет незабываемое торжество. Торжество того, как наши дети чувствуют пришедший праздник. Как они в своей жизни оценивают появление в мир Христа Спасителя. Музыка, театр, танцы, хоры и возможность показать свой талант на большой сцене появилась у десятков творческих ребят. Многие параллельно занимаются в обычных кружках и секциях, но именно в воскресных школах чаще находят настоящих друзей и искреннюю поддержку. Просто душа отдыхает там, просто все такое спокойное, всегда тебя рады, всегда тебя встречают с улыбкой и просто очень нравится атмосфера. Сегодня только в Пензе работают 25 воскресных школ и уже полгода с детьми и взрослыми занимаются во вновь созданном епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского. Именно этот центр стал площадкой для детского рождественского фестиваля. Конечно, для них открывается мир веры и они через это познают божественный мир и в то же время учатся общаться вот в таких, знаете, традициях нашего народа и в то же время немножко отвлеченно от социальных сетей. Это очень важно. Несмотря на то, что фестиваль рождественский, строгого тематического отбора на нем не существует, неважно светское произведение или духовное, главное, чтобы на сцене, как и в жизни, всегда побеждали добро и любовь. Следующий праздник для воспитанников воскресных школ организаторы обещают устроить на Пасху.